В эфире РБК программы Капитал. Я Андрей Жаров. Здравствуйте. Общий объем компьютерных преступлений в мире превышает 400 миллионов долларов в год. Взлом кодов к дорогому программному обеспечению постепенно отходит на второй план, что чаще и чаще хакеры интересуются именно банками, а значит ответственность банкеров перед вкладчиками растет. Об информационной безопасности российских банков и возможности отражать атаки хакеров мы поговорим сегодня в нашей программе. Гости в студии. Алексей Зиренин, специалист по защите информации и Дмитрий Кузин, глава представительства компании РЭДВА в России. Здравствуйте. Здравствуйте. Попробуем обозначить масштаб проблемы. Все время самый большой ущерб банкам наносили, скажем так, классические преступники, которые вырываются, грабят инкассаторов и так далее. Можно ли сравнить ущерб от сетевых преступлений с этим классическим видом преступлений против банков? Я думаю, что реальный объем преступлений, произведенных, так скажем, через онлайн, он гораздо выше, чем от классического грабежа, потому что онлайн-атаки, они требуют меньше ресурсов и менее рискованные, в отличие от вооруженного грабления. Поэтому я думаю, что даже больше, чем есть в реальности. К примеру, по-моему, виза декларирует более миллиарда долларов в год ущерба от, скажем, онлайн-атак и вскрытия кодов. Ну, эти преступления, они менее громкие, да, менее звучные, более безопасные. Но это порождает другую проблему информированность общества, информированность своего банковского сообщества, да, о такого рода проблемах. Ведь есть соблазн замолчать, никому не говорить, да, а решить как-то за свой. На самом деле, то, что сообщает наше средство массовой информации, это только вершина айсберга всех преступлений, которые возможны, информационных преступлений, которые совершались против банка. Потому что, на самом деле, информация о таком преступлении может сказаться на имидже сильнее, чем убыток, который будет понесен банком. Поэтому многие убытки от этих преступлений списываются за счет каких-то расходов накладных, как при транзакциях, при обычных использовании пластевых карточек. А можете ли вы выразить свое отношение вот к этому? Правильно ли банки поступают в данном случае, опасаясь имиджевых потерь, да, покрывая это все за, ну, как бы, из своих средств ущерб, вот, и не вынося это на поверхность, не делая это достоянием гласности, не препятствует ли это, собственно говоря, развитию системы безопасности и пониманию и в обществе, и самими банкирами масштаба опасности? На самом деле, как бы, ситуация в разных банках разная. И многие банки вынуждены свою собственную систему безопасности создавать, увязывая вместе службы безопасности, IT-службы и подобные службы. И в плане способствования развитию этих преступлений тут трудно сказать, поскольку, как бы, бизнес, в том числе и банковский, он является, как бы, локомотивом развития всей экономики, и за ним уже, как бы, пишутся, за этим развитием пишутся законы государственные и так далее. Если правила еще, как бы, не придуманы, то бизнес вынужден придумывать свои правила, которые уже государство потом, через какой-то промежуток времени, начинает применять, принимать уже на законодательном уровне. Тот же самый возьмем закон ОБЦП, который был недавно принят, в 2001 году, как бы, до этого все работали по гражданскому кодексу. И вот уже постепенно вот это развитие, ну, может способствовать тому, что банки уже будут, как бы, вооружены для обороны против таких преступлений не только какими-то своими концепциями, системами, но и им еще дадут руки возможность обороняться, используя законодательные какие-то нормы наше государство. Ну, это еще, да? Надо бы отметить тот момент, что если кто-то нашел какую-то уязвимость в банковской системе, и банк об этом рассказал, есть достаточно большая вероятность того, что это опробуют, может быть, на другом банке, но это опробуют. Мы как производители программного обеспечения, они не вскрывают зачастую свою уязвимость до тех пор, пока у них не будет выпущена заплатка для программы, потому что это опасно, это может кто-то другой использовать на других системах. И в данной ситуации это... Я думаю, что один из мотивов именно так, то есть, чтобы просто сдержать, чтобы никто другой не смог скопировать. На самом деле я хотел бы добавить, что распространенная практика является при обнаружении какой-то уязвимости сообщить, в первую очередь, производителям, там, ну, фильм, там, взять Microsoft, еще какие-то, да, там, самый известный, вот, и дождаться, пока не выпустят заплатку. Потом сами производители и программного, и аппаратного обеспечения, они проинформируют пользователей, чтобы они обновили свои аппаратные и программные ресурсы. Как бы эта уже задача ложится на плечи администраторов банков системных. И существует, кроме того, в интернете база уязвимости, которые, как бы, являются... Они собирают всевозможную информацию об уязвимостях через интернет или другие системы, где любой может туда направить информацию об этой уязвимости, и каждый администратор может оттуда каждый день черпать новую информацию, отслеживая, чтобы его система безопасности была на нужном уровне защищенности. Ценная информация не только для администраторов, но и для хакеров. Не нужно с ума напрягаться. Есть список уязвимостей, через которые можно пытаться атаковать банки. Но с банком проблема заключается в том, что, в отличие от, грубо говоря, операционной системы, кому писать письмо о найду уязвимости? Надо быстро пытаться закрыть. А если уже инцидент произошел, ну, здесь, может быть, мы говорим не конкретно про какую-то систему, а вообще про систему банка всего. Если на ней какая-то брешь, она может быть либо общественной, так скажем, во многих банках повторяться. Либо может быть персонально данному банку. Естественно, обмен между структурами различных банков идет. Но вопрос, кто будет быстрее. А в целом вы можете оценить уровень безопасности электронных систем, но вот применительно именно к российским банкам? Есть ли здесь принципиальные отличия от уровня развития этих систем внутри России и за рубежом? Да, здесь есть такой момент, строгого такого отличия, да. Он кроется просто в концепции российских банков. Потому что, по моему опыту, я сталкивался с чем? Что, в принципе, защита на хорошем уровне. Но фактически она, ну, не удовлетворительна. С чем это связано? Почему? Тего речи есть. Да, да. Потому что, как, внутрибанковская сеть, она отделена от всей сети. То есть она не завязана никакими шлюзами практически на выход во внешний мир. Соответственно, если сеть, она отключена от внешнего мира, то количество угроз резко уменьшается. Но ситуация какая, что с каждым годом системы становятся более открытыми. То есть они все больше начинают представлять онлайн-сервисы. И это неизбежно, чем... Да, это неизбежно. Соответственно, как только мы попадаем во внешний мир, у нас начинаются большие проблемы, поскольку там может не хватать подготовки персонала. Многие моменты просто не были учтены при разработке системы. Вот отсюда идет, что, в принципе, не удовлетворительно. Давайте еще поговорим о тех, кто все-таки совершает свои атаки на банки. Российские хакеры известны своим профессионализмом на весь мир. Соответствует ли система защиты российских банков той потенциальной угрозе, которую могут причинить электронные взломщики? Мнение еще одного специалиста в сфере банковской безопасности. Лучшие российские банки защищены от хакерства достаточно адекватно. При этом я хочу сказать, что, когда мы говорим адекватные защиты, это от них не только защита на уровне программирования, защита на уровне электронных каких-то методов. Это и административная, и разведывательная работа, и оперативная работа, которая позволяет им разными способами выявить грозящую опасность. И я просто эту работу знаю, у нас она в банках проводится, даже включая то, что многие серьезные банки, скажем, очень небезразличны, как развивается судьба ушедшего из этого банка, скажем, топ-менеджера, который носит какие-то, может быть, свои секреты. Мы видим результат. Вот хакеры есть, квалифицированные, несомненно, есть. К счастью, этих атак не так уж много. И да, может быть, есть такой эффект, когда банки не склонны афишировать эти атаки. Разумеется, это и есть такая вещь. Но, поверьте мне, к счастью для нас, эта борьба идет как минимум на равных. А что означает, что борьба идет как минимум на равных? Ситуации довольны и банкиры, и хакеры? Ну, тут трудно сказать, насколько банкиры довольны ситуацией. И нужно подчеркнуть, что оборона всегда вынуждена идти на шаг позади атаки. И оборона, как правило, более затратна, чем атака. Давайте поговорим о деньгах. Есть такое убеждение на автомобильном рынке, что покупая хороший дорогой автомобиль, вы должны потратить на его защиту примерно 10% стоимости этого автомобиля. И это делает экономически неоправданным, скажем так, попытку угона. В случае банка можно что-то подобное применить? Какие должны быть расходы на то, чтобы сделать атаку на банк экономически нецелесообразной? Вполне существуют уже математические методы, которые могут помочь найти точку экономического баланса, когда затраты на систему защиты, производить более какой-то суммы, уже неоправданно. Неоправданно. Потому что атака и, кроме этого, для... Понятно. Если вы тратите на защиту 50% своих доходов за год, то, наверное, в общем, вести банковскую деятельность становится просто неинтересно. Но это не только может измеряться процентами от прибыли или дохода, бюджет какой-то закладывается, но и вообще система безопасности может настолько хороший относительно уровень безопасности предоставлять, что хакеру сам стоимость взлома, который тоже составляет какие-то ресурсы денежные, временные, машинные, будет дороже, чем польза получена от этой информации. И уже находясь на этой точке, банк может найти абсолютную величину затрат эффективных для обстроения... Вы можете назвать минимальную стоимость, которую нужно потратить? Ну, это для каждого банка раз. Для бесконечности, как обычно. Ну да. Что можно защитить потратить? Я хотел бы сказать по поводу защиты банков, адекватности, неадекватности. Позволю не согласиться с предыдущим выступлением. По той причине, что большинство проблем, которые сейчас происходят, это проблемы, связанные с червями. То есть это новые угрозы, перед которые встают наши банки. В Европе это уже давно все поняли. Поняли, как более-менее с этой угрозой бороться, что она может повредить, так скажем. То есть какие последствия могут быть от этой угрозы. Так скажем, атаки можно разделить какие? Они персональные. То есть когда они направлены четко на какого-то человека, для того, чтобы забрать какую-то информацию. Второе – это массовые атаки. Массовые, на мой взгляд, самые опасные. По какой причине? В том, что авось где-то пройдет. 100 компьютеров работают правильно, 101-е вовремя не успели поставить грубой патч. На него внедряется червь, машина находится под управлением хакера. Соответственно, дальше говорить о… Это хакер уже внутри системы. Да, это хакер уже внутри системы. При том, что классические антивирусы, классические фаерволы, то, что составляет систему, именно сетевой защиты, они обойдут. Просто потому, что новые черви используют принципиально новые технологии внедрения. Соответственно, другой момент – это атака через внешние каналы. Когда идет такой запускный веб-сайт, транзакции, которые совершаются с самими клиентами. Проблема какая? Что даже если там есть фаервол, фаервол никогда не сможет досмотреть криптованный канал. Он не сможет разобраться с ним. И что несет в себе канал внутрь сети банков, никто не знает. Только когда он приземлится на сервере, он… сервер уже поймет, что там было. Так скажем, ДОС-ДДОС-атаки массовые признаны на остановку работы банков. На мой взгляд, они не очень актуальны, поскольку в России еще нет такого уровня развития каналов, чтобы ДОС-атака серьезно повлияла, именно каналы между банками, чтобы серьезно повлияла на этот бизнес. Банки сейчас все больше и больше вынуждены, скажем так, контактировать с внешним миром, вводятся новые услуги и для клиентов, и, в общем, собственно говоря, и отчетность подразумевает все больше и больше количество контрагентов по предоставлению информации. В кредитную историю нужно делать запрос, получать оттуда информацию, нужно делиться с бюро кредитных историй информации о своих клиентах. Все больше и больше, скажем так, внешних связей появляется у банка. Можете ли вы прогнозировать, что, скажем так, эта проблема будет нарастать у нас в России как снежный ком, если мы не успеем к ней как следует подготовиться? Ну, проблема, наверное, будет нарастать не только в этом направлении, во внешних взаимодействиях. Да, внешние взаимодействия, они растут, необходимо уделять им больше внимания, но методы защиты, они давно уже известны и активно применяются. У нас внутри России, вы имеете в виду? И в том числе у нас внутри России. Но я бы хотел обратить внимание, что по статистике, где-то процентов 80 преступлений информационных совершаются изнутри. То есть при увеличении даже внешнего взаимодействия внутри банка остается потенциально больший объем уязвимостей, чем банк предоставляет информацию вовне. Потому что он физически может отделиться от внешней среды, от сети интернета или от банкоматовской сети, предоставляет там какие-то данные, которые не настолько ценно, что если они будут похищены или взломаны, тут банку намного важнее при внешней защите не сохранить конфиденциальность, если он предоставляет неполную информацию о клиентах и так далее. А тут ему больше необходимо защищать целостность транзакции и доступность работы сети. Потому что целостность, например, что нам означает, что счет шел на 10 рублей, необходимо убедиться, что в процессе совершения транзакции по внешним сетям эти 10 рублей не превратились в 10 тысяч или еще что-то. То со счета спишут 10, а для клиента дойдет 10 тысяч домошенник. Но, соответственно, при этом уже буквально через несколько часов после того, как транзакция совершена, конфиденциальность, ее значение конфиденциальности резко падает. То есть, допустим, не страшно, что кто-то еще узнает, но гораздо важнее целостность и доступность сети обеспечить. Если можно, буквально через минуту хотелось бы поговорить о клиентах банков. Наверное, для них уязвимость банковской системы тоже представляет определенную угрозу. Защита собственных серверов банка – это одна проблема. Но есть еще и такая услуга, как онлайн-бэнкинг, при которой уже клиент банка проводит определенные операции через интернет. Какие проблемы можно встретить здесь? Об этом наш сюжет. Многие банки рекламируют онлайн-сервис как самый удобный для клиентов способ управления, считай. Однако развитие онлайновых банковских услуг предоставляет злоумышленникам неисчерпаемый источник удовлетворения как материальных, так и моральных потребностей. Этот источник – сами клиенты банков. Механизм обмана чрезвычайно прост. Клиенты получают якобы от своего банка электронные послания с рекомендацией пойти по ссылке на веб-страницу банка, чтобы получить некую дополнительную информацию. Пользователь оказывается на странице, как две капли воды, похожие на банковскую. Быстро заполняет какую-то форму и таким образом дарит свои данные хакерам, и, естественно, уже через несколько секунд денег на его счете не остается. Эта мошенническая схема получила распространение во многих странах мира и пришла, по мнению многих специалистов в области банковского IT, из Рунета. Банк, конечно, все более интенсивно оповещает своих клиентов об этой угрозе. Но, тем не менее, каждый пользователь должен знать, что за собственную невнимательность ему придется расплачиваться самому. Финансовые учреждения отвечают только за безопасность на своем сервере. Остается лишь загадкой, каким образом злоумышленники узнают ваш банк и ваш имейл. Можно ли бороться с такого рода преступлениями? Достаточно ли у нас законодательная база для того, чтобы, ну, вот, собственно говоря, многие из сотрудников нашей компании получали такие письма, мы их видели. Что в этом случае делать? Могут ли правоохранительные органы бороться с этим? Могут ли сами банки бороться с этим явлением? Эта проблема, она идет из... корни у нее совершенно другие. Есть так называемые бот-нет-сети, задача которых состоит в чем? Это оружие хакеров. Они рассылают атаки с них, они отправляют спам. Вот. И бороться с этим никак не возможно. Потому что что такое бот-нет-сети? Это, там, 10 тысяч, 20 тысяч легальных абсолютно компьютеров с легальными пользователями, которые даже не подозревают о том, что они стали членами хакерской группы. Просто их машина заражена. Вот. Соответственно, рассылка идет по тому же принципу, как спам. А вот кто-нибудь откликнулся. То есть никакой персональной персонализации, заметьте, в этих письмах нет. Там, обычно пишется, дорогой клиент или дорогой гость, не будешь ли добр пройти туда и заполнить свои данные. Бороться с этим, ну, практически невозможно, так называемый человеческий фактор. Люди должны сами быть внимательными. Тысяча проигнорирует, один подпишется. Все равно рассылка уже окупилась. И вы хотели что-то сказать, я вас прерывал. Да, по поводу доступности банковских систем, здесь момент какой, что, на мой взгляд, там защита информации действительно стоит не только из защиты непосредственно данных, то есть которые живут на сервере, но и из защиты целостности. В том, что в любую точку времени клиент банка, сотрудник банка, может быть уверен, что система находится в рабочем состоянии. И то, что он именно в этой системе, да, высылает данные. Это очень немаловажный момент, который, так скажем, лучше всего развит в российских банках. То есть система отказоустойчивости построена на достаточно высоком уровне. И последний вопрос, если можно очень коротко на него ответить. Существует ли кадровая проблема в связи с этим вопросом у нас в России? И есть ли переток специалистов из-за защиты в нападение и наоборот? Ну, кадровая проблема, скорее всего, существует все-таки, потому что у нас недостаточно учебных заведений. Где? Выше. Просто действительно, если брать наши технические вузы, то очень мало институтов, которые не... А кого-нибудь готовят? Защитников или хакеров? ...информации. Но это уже от человека зависит, как он реализуется. Можно я прокомментирую? Да. Насколько я знаю, в основном идет перетекание из хакеров в защите. Да. Это правильно. Абратно. Спасибо. Спасибо. У нас совсем мало времени. Не забывайте обновлять свои антивирусные базы. Я благодарю гостей за участие в программе. Напомню, что сегодня у нас в гостях были Алексей Теренин, специалист по защите информации, и Дмитрий Кузин, глава представительства компании РЭД-2 в России. Вы смотрели программу «Капитал». Я Андрей Жаров. Желаю вам удачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин